Своё начало история отдела уголовного розыска берёт с далёкого 5 октября до 1918 года. Именно тогда, век назад, коллегия НКВД впервые и утвердила положение о создании нового отдела. В форме со знаками отличий и наградами юбилей хороший повод встретиться с журналистами. По словам полицейских, каждое третье преступление в республике раскрывается именно уголовным розыском. Этот показатель лучший в Приволжском федеральном округе. Динамика, в принципе, она положительная. Раскрытие тяжких преступлений, она ближится уже, наверное, к 100%. На уровне 98-99%. Это подтверждает и статистика. За последние 20 лет возбуждено 167 уголовных дел по статьям бандитизм и организация преступного сообщества. Раскрыто 280 убийств. К уголовной ответственности привлекли 633 участника ОПГ. А общий срок наказания составил 7 160 лет. Большая дата, но если посмотреть в другом ракурсе, то всего 4-5 поколений оперативников. Век назад преступники грабили торговые обозы. В 90-е орудовали бандиты в малиновых пиджаках. А сейчас в центре внимания интернет-мошенники. И тогда и сейчас в раскрытии преступлений помогала расторопность потерпевших. Хотелось бы пожелать, чтобы незамедлительно сообщали о совершенном в отношении преступлений. Тогда нам будет проще разобраться. Тогда есть актуальность используемых преступниками мобильных устройств, банковских счетов и так далее. То есть нам будет быстрее и проще разобраться. В этом году в республике зарегистрированы почти 3000 фактов мошенничества. Из них раскрыты 807. Этот показатель выше прошлогоднего. Интернет-грабители перестают быть слабым местом правоохранителей. Сергей Хайдаров, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин